Возьмем 30 метров новогодних бус и аккуратно сложим их в мерный стакан подходящего объема. 20 метров сейчас лежат в стакане, а остаток на столе. Приподнимем стакан над столом, и бусы начинают вытекать через край стакана под действием силы тяжести. А теперь поднимем стакан на высоту своего роста, а бусы пусть свисают до пола. А отпустим бусы, и прежде чем упасть, они взлетают над краем стакана и зависают в воздухе, как будто сила тяжести на них не действует. Фактически мы имеем дело с длинной цепочкой, переброшенной через блок и перетекающей с одного уровня на другой. Скорость цепочки определяется разностью этих уровней. Но почему же цепочка приподнимается над блоком? Это совершенно непонятно, но мы это видели собственными глазами. Сделаем еще один опыт. Приклеим к столу баночку, которая будет играть роль блока. Выложим цепочку змейкой на столе, а другой ее конец перекинем через блок. Итак, приготовились! Дернем за этот конец, и мы видим, что цепочка опять подлетает над блоком. Сила тяжести в этом опыте уже не важна, и мы понимаем, что эффект каким-то образом связан со скоростью цепочки. Посмотрим на скорости, с которыми бусы летят вниз и вылетают из стакана вверх. Если эти скорости равны, то цепочка не сможет подняться над краем стакана. Чтобы она приподнималась, скорость вылета должна быть больше скорости падения. Пусть одни бусины все еще лежат в стакане, а другие уже летят вверх. Сейчас в движение придет очередная бусина. Из-за ее инерции упругая соединительная нить сначала растянется, а потом отпружинит. И бусина полетит вверх, догоняя те бусины, которые вылетели до нее. Именно из-за этой дополнительной скорости фонтан и поднимается над блоком. Чтобы фонтан поднялся выше, надо придать бусам скорость побольше. Запустим бусы с 10 этажа и посмотрим, что получится. Вот это да! Фонтан поднялся почти на 50 сантиметров. Когда в 2012 году задача бусы игралась на турнире юных физиков, участники команды школы Пифагора предложили разгонять бусы, накручивая их на барабан, закрепленный на электромоторе. Посмотрите на эти исторические кадры. Бусы разгоняются до скорости 16 метров в секунду. И фонтан вырастает до высоты 1 метр. И в этот момент установка не выдерживает нагрузки. Так что этот опыт с тех пор больше никто не повторял. Редактор субтитров А.Семкин